вот я сейчас нахожусь в ашраме шанти пунш саши поехал в решикеш это недалеко а я так немножечко слабенькая поэтому в аутсайд не хочу идти вдруг голова закружится здесь есть бесплатная столовая в инсайде внутри ашрама то есть я сейчас поем здесь нужно брать такие тарелочки потом после себя их мыть вот здесь два раза в день можно получить бесплатную еду так а им что-то дает беленькая какой-то лассе сейчас возьму стаканчик я забыла стаканчик вообще великолепно сколько они делают добрых дел на не называются гай 3 паривар семья гайдли они здесь даже могут поженить людей до две литёшечки роти они здесь называют на севере на юге чипатти так что у них есть кашка далия это лена она не соленая далия далия не только далия 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 ага вас и даты ага ага окей тэнки тэнки но и напинать она в вас так что еще пойду соль вот сколько добровольных помощников ну я уже говорила я здесь была снимала кто угодно может пойти взять это ведро и начать служить людям бескорыстное служение в этой даже в этой помощи оказывается так пойду за солью все таки далия без соли мне не так вкусно ну и дождаться вот там этого напитка thank you тут полы постоянно моют поэтому надо очень аккуратненько так где-то здесь была соль по прошлым посещениям помню а вот там вот эти большие котлы вот здесь можно взять немножко соли как они тут ходят в польска же да thank you ma'am welcome welcome вот территория этого ашрама очень большая и красивая вот это везут багаж лагич малыша повезли вот это медитационный зал ямалая называется я привезу сюда мы привезем сюда нашу осеннюю группу которая в октябре поедет мы здесь возможно поживем пару дней но в любом случае просто на экскурсию привезем потому что ашрам один из самых красивых которые я видела замечательный вот там вот небольшая оранжерейка вечером фонтаны с подсветкой большая территория много помещений домов есть что посмотреть вот там я не была вот там я не была прыгает в прошлый раз сюда не зашла это практически город здесь не нужно выходить даже в аутсайт здесь все есть внутри магазины столовые жилье церемонии ягри но выходить не запрещается здесь не обыскивают при входе что меня приятно поражает это то что снимать мне везде разрешают никто не останавливает и здесь можно при желании пройти по Чикарму тут есть университет вот если вот туда идти минут десять пятнадцать идти огромная прекрасная территория университета есть колледж от этого ашрама и Панчи Карму если проходить то живешь здесь тоже за бесплатно а сама Панчи Карма стоит если на месяц то шестьсот долларов если на две недели то пятьсот долларов многие проходят русские многие здесь приезжают ради Панчи Кармы видимо она им здесь нравится очистительные процедуры пять действий панчата пять карма это делать карма вот бесплатное кафе вот здесь бесплатная столовая и платная тоже недорогое я просто думаю может какую сладость сейчас себе куплю домой пойду так там чаю попью я уже говорила но может быть кто-то не смотрел эти видео о Харидваре вот этот ашрам он построен на очень древней земле на которой медитировали семь ришей вот эти святые люди вот эти святые люди семь мудрецов вот здесь стоят их скульптуры у каждой своя история у каждого риша своя история но об этом у меня было отдельное видео в марте поэтому эта земля очень сильная энергетически причем основатель этого ашрама Шри Рам Шарма Ачарья он 24 года медитировал читал гаэтри мантру каждый год 2 миллиона 400 тысяч раз гаэтри мантра очень очищает пространство гармонизирует вибрации и сейчас в этом ашраме тоже многие паломники они берут такое как бы на себя ну как тапас обязанность или служение такое они тоже читают гаэтри мантру по четкам которые на 108 бусин джапа мало называются эти четки и они читают по 30 по 40 кругов четок ну сколько это получается несколько тысяч раз ежедневно очень многие поэтому здесь вот это все пространство просто растворяется благотворным влиянием гаэтри мантры и они себя называют так и называют семьей гаэтри вот здесь магазин здесь есть аюрведические препараты лекарства которые можно которые сделаны из трав выращенных на их плантациях здесь очень много представлено этих полезных трав но у них там в горах есть плантация и они делают из них лекарства плюс здесь можно очень много купить литературы об основателе этого ашрама шарной ачарьи и сейчас здесь можно прийти на поднамаскар ну как поклониться на благословение прийти к его дочери и ее мужу он сейчас как бы управляет этим ашрамом и вот там вот сзади такие три места для ягви огненных утренних церемоний а вот здесь два мавзолейчика это место захоронения шри рама шарма ачарья и его жены этой матушки вот здесь можно помедитировать здесь каждый вечер двери закрываются и происходит медитация вечерняя вечерняя шести вечера до шести двадцати университете тоже закрываются двери и тоже все садятся и медитируют здесь есть четыре больших выхода вот один из них вот в ту сторону другой там еще одна большая столовая та которая платная а я иду с гулаб джамоном в комнату 10 рупий здесь стоит гулаб джамон